Вот и пришло время самого мощного третьего выпуска фрешманов. Да, да, да! Самого мощного в плане героев второго плана. Да, это, кстати, лучшие треки весны, если что. Топ-1. Billboard Hot 100. Чалдыш Гамбина. Это Чалдыш Гамбина, да. Из Америка. Когда он расстрелял толпу, это было вообще прям... Бомба. Молодец. Чалдыш Гамбина, молодец. Это Гамбина. То, что было в сторис у всех. Это лучший человек на планете после Кевина Абстракта. И после моей мамы. Это этот, Тайлер. Нет, это Lil... Lil Donny. Это 50 Cent. Добрый. Короче, я думаю, что ребятам нужно было сказать о том, что мы решили не угадать ни одного трека. Сейчас же мы Чалдыш и не угадаем. Это все Чалдыш Гамбина, потому что его невозможно было не угадать. Все испортил. Могу спонзировать так, как он... Не ты, не я, не знаю. Сектор газа. Не знаю, Локимин какой-то на максималках. Это Little Big. Блин, я бы уже сейчас не угадал. Это с лизером в клипе. Где он? А, да, серьезно? Это тот? Да, да. Это похоже на лизера сегодня. Да, я байтер. Главный байтер лизера. Окей, Little Big. Это Little Big. Это Little Big. И... Новый альбом у них как-то выходил. Анти... Антипозитив. У них недавно видео как-то выходило совсем. Вот, Punks and Dead вот это. Да, вот. Классно. Мне понравилось. Шат-аут Ильичу. Шат-аут Алине Пязак. Да, Вич крутая. Я бы, кстати, хотел, чтобы Ильич в блоке обосрал меня. Вот в блоге своем. Типа, блядь, ты хуже, чем Элджей, нахуй, блядь. Чего бы такое сделать, чтобы он вообще нагнал на меня? Кейн и Дап он поет, что такое? По-моему, Count It Up. Я буду выпендривать на своем английский сегодня. Лил Ярти, Лил Зверка, Плейбой Карти. Мама, ну давай, я... Мама, давай, я тоже как бы ты в наушниках не сижу с утра до вечера. Ооо. Блин, я не знаю вообще, честно говоря. Давай, брат, подскажи мне, пожалуйста. А, кстати, Дрек сказал. Вы что, не слышали? Вы не понимаете по-собаче? Жесть. Лил Биби. Биг Бэй 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 Тейп. Ну, давай алюмейт, ладно, посмотрим. Ооо, Андрюха, салют. Слушай, я, короче, на афише и решил тебе позвонить, чтобы ты угадал песню. Ты серьезно? Я серьезно. Я разду еще за второй прикол, я с мамой, я с мамой. Ой, привет маме. Стой, стой, стой. Я убегу от шоссе, чтобы... Так, давай, давай. Сейчас я в тихое место убегу. Это очень круто, что ты бежишь. Выясняется, что хип-хоп индустрия довольно спортивная. Да, по-любому. Да. Все, готов? Давай. Знаешь, знаешь? Так. Блин, что-то реально очень... Я когда смотрю ваше видео, я угадываю 90%. Я правда здесь. Ну да, ладно. Ну просто это казалось сложнее, чем я думал. Мы берем подсказку, звонок другу и звоним Лакимину. Брат. Так, алло, у меня достаточно темно, погоди. Ничего страшного, братан, мы на четвертом вопросе. Мы уже не можем ничего сделать. Стая круто. Стая круто, с нами пес. Стая круто. С нами стая, брат. Врубай. Блин, 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 блин. Это точно не плейбой карте какой-нибудь? Стой, стой, будь на связи, стой, будь на связи. Да нет, уже все. Димон! 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 Время идет. Димон, надо трек отгадать. Димон? Что за Димон-то? Да там, птип с лакими минами. Та-да-дам! Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Та-да-дам! Они биты делают. Это Дима и Дима. Решпект. Дима! Звони до тиши, спрашиваю, что за трек. Спустись, пожалуйста, послушай. Мову надо уже выручить so louder. Чао? Весь Крашнодар уже этот. В смысле звонит? Да ты спустись, я сейчас на связи. Зажигалка у меня. А сиди у тебя? А ты еще одну взял? А то я обо мне не позаботился, да? Так. Блин, ну он реально, типа, звучит как Кендрик. И я подумал, что это Кендрик. И надо было сразу догадаться. Но это не Кендрик. Да это не Кендрик. А кто звучит как Кендрик, но не Кендрик? Вот, это хороший вопрос. Короче, Дима не знает. Мы не сможем помочь. Ну, специально это вы должны знать. Это Джекол какой? В плаговой карте. Джекол? Джекол. Ой, 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 Руссия. Я же послышал этот альбом все-таки. Блин, а я не послышал, чертоперево. Это Джекол ATM. Еееееее. Спасибо. Все, давай. На связи. Спасибо тебе, давай. Давай, красава. Мне очень понравилась моя последняя обложка. Типа, как монарх в российском трикалории. Я такой, воу. Ну, и кто про это не писал, а только я про это написал. Все, спасибо Андрюхе. Андрюха Алиме. Спорт объединяет людей. И афиша видео в том числе. Это Джекол. Это был Джекол, брат. Ай, блять, это Джекол. Давай, все, братик, пока на связи. Это было весело. Джей Коу, блядь, да хуй с ним. Пошел. Джей Коу, блядь. Всем салют, это Кристалл Курьер. Мы на афише видео «Узнать за 10 секунд». Меня зовут Андрея, это моя мама. Натали. Это группа Болливуд FM, и сегодня мы будем отгадывать треки на афише «Узнать за 10 секунд». Со мной Андрюха и маленький буддист. Моя непобедимая команда. Всем привет, это Соулаут, Дрейк, Лори и Соня. И мы будем отгадывать треки «Узнать за 10 секунд» от афиши. Привет. Мы? Крымсода. Мы пришли. Чтобы? Угадать. Все треки. За 10 секунд. Натали шиши видео. Пошли все нахуй. Но это не точно. Посмотрим, что получится. Жух. Мы твоя вина, что танцуешь ты одна. Так много вина, мною выпитать одна. Это ЛДЖ, да? Нет. Не ЛДЖ. Матранг. Не Матранг. Не Джиган. Газманов. Ты знаешь, да? Это Саня. Это Саня и Рома. Мальбэк. Мальбэк. Я не знаю эту песню. Мне лично клипы нравятся больше. Ну, музыка тоже хороша, но клип меня вообще застрогает. Ей нравится Сюзанну. Сюзанна это охуенно. А мне нравится. А вообще очень. Я как будто на коне скачу где-то на ранчо. Может подсознательно опять радио хэд какой-нибудь? Вот что значит слышать 15-10 песен в течение первого месяца 15-16 года. Мэджик Драгонс? Нет. Мэджик Драгонс? А уже за длинный Южный парк, типа серия про гитару была, там типа поймать дракончика нужно. Не запомнила вообще трек, я до сих пор предыдущий. Это не MGMT? Ну это какие-то англичане, похоже. Это то, за чем меня пригласили. Угадывать именно такие композиции. Это новый альбом Arctic Monkeys for the other five. Да, мне на самом деле альбом не сильно понравился именно по роковой составляющей. Ну в плане того, что предыдущий A&M был прям... Хотя меня сейчас могут закидать говном, но по-моему это классный альбом. Его продюсировал Josh Homie из моей любимой группы как он завистованный. Вот этот, он конечно мелодичный, классный. Типа окей, спасибо, было клево. Arctic Monkeys. Ой, Вова, ты супер. Володя. Да. Офигенно, люблю их. Старое творчество уж точно. Хуй его знает. Может это этот, Рейс Мур. А, это русский чувак. Лизер как-то, да? А, нет, это чел, короче, с косичками. Да-да, он же был. Да нет. Он был во фрешках. Мы берем подсказку «Жертва фагатам». Фанатам. Мы сами делаем одежду. Вот. Называется публика Гольтье. Здесь есть такая штука, куда можно написать сезон, размер, имя. И не пиздите, что это похоже на Витмо и на Рафа Симонса. Да, это украденная штука. Не надо там писать в комментариях, что украли, украли, мы и так знаем. Это так и есть, да. Да. У нас свободная страна, а что хотим, то и воруем. Так, Лил Хан, Гонфлат, Поп-Арт, Эмси Куш. Ну, я последний, он убирает. Гонфлат, да. А, это Гонфлат, братишка. Да. Гонфлат, Гонфлат тоже клевый. Такой максимально открытый, вейбовый. Вообще прям. Такой прям светится энергией какой-то постоянной. Какой-то как из-за нему мультиков. Как же, да-да-да, интересный чел. Ну, Гонфлат, да, хорош, хорош. Хорошая песня, мне понравилась. Вы ее недавно включали у Яникса. Да, я не слушал. Он же в этом году вышел. Он 16, ты только слушаешь. Нет, на самом деле Гонфлату Салют, он был на моем концерте вот недавно. Вообще парень развивается, молодец. Е-е-е-е, вот этот пацан. Да. Да. Ну и в последнее время мы с Андрюхой и только под него и флексим в тачке. Да, вот два последних релиза, которые мы слушаем все время, это Гонфлат и Рэп 2, Ульвар Депо. Это просто вообще, если пацаны, они все сделают правильно. Начиная с седьмого трека просто идет разрыв задницы, вообще охуя. Как там супер песни, у вас Мамбл или Мамбл? Мамбл. Ну еще есть как One Love. Да, да, да. Ну короче, там вообще слушать обязательно нужно. Прям очень круто. Да, крутой парень. Да, всем советуем, просто шутим. Лайк, репост, подписка. Мы очень рады за успех Гонфлада, поэтому Саша, спасибо тебе, что оправдал наши ожидания и выстрелил максимально мощно, насколько это возможно сегодня сделать на Ютьюбе, ВК и других площадках. И отдельное спасибо, что подсадил нас на чупики. Эминэм. Да, мы на нем росли. Когда-то слушали «Рамштайн», а потом попался Эминэм и все, и рэп навсегда засел в голове. Это Эминэм. Да. Но этот тембр голоса, сошт, не знаю. Классика, вообще дела. Эминэм. Вот так вот. Похоже на Эминэма. Да, очень похоже на Эминэма. И снова альбом Эминэм. Реали? Да, да. Альбом, кстати, провалился, говорят, да? в продажах. Типа, вообще неудачные. Я думаю, что это все из-за щитивной Минемо, потому что она ему не идет. Выглядит как бомж абсолютно. Он, блядь, не русский и поэтому вообще ничего предъявить мне не сможет. Пошел нахуй. Он сказал, что русских не любит, кстати. Да, да. Он сказал, что и Трампа не любит, и русских не любит. Блядь, захейтил всех вообще. Да, и самые дорогие кроссовки это Минемо. Я помню, монтажником работал. И именно вот его речитатив, ну то есть вот такая музыка очень классно заходит под данный вид деятельности. Под монтажные работы. Вообще кайф. Какая-то горячая штучка. Так, смотрите, давайте качать себя женщин, которая поет. Дуа Липа? Какая-нибудь Чарли Экси Экси? Да. Я тоже хотел. Мия. Мы вспоминаем еще девчонок. Тейлор Свист. У нее огромные бедра. То есть она бы могла летать победой. Тина Ши. Что? Это у вас сложные какие? Вы специальные, я понял это. А можно подсказка из четырех? Я хочу подарить жертвам-фанатам кольцо, которое я купил в Петербурге, когда переезжал в Москву. Вот. Мы довольно давно со мной. Где-то года полтора. С моей энергетикой, Светлая Энергетика и Кристалл Курьер. Джесси Джей, Джанель Моне, Дэнкс Икс, Сия. Так что, все... Я никого не знаю. Всех четырех. И все женщины. Ну это что? Как это вообще? Ну пусть будет Сия. Я не знаю их голоса вообще. Во-первых, я их не слушаю. Во-вторых, все женщины. Можно было 50 на 50, хотя бы мужчины, я не знаю, представить. Это подстава полная. Джанель Моне, я даже не слышал, если честно, она такой. Нет. Это позор вообще. Я просто не знаю тоже. Кто это? Блин, ну типа, это просто супер-крутая певица. Джанель Моне, она же в Белом доме наступала. Прикольно. Обама понесохнет и Ксик понесохнет. Сложно у вас, ребят? Да, сложно. Реально. Сложно. Какой-то патиноксдорщина какая-то. Что ты слышал? Ты вот вообще не подготовился. Надо было вчера штудировать все, изучать. Я же тебе говорил, много знал, фейс, запоминай. Вот этих ребят. Так я запомнила три имени только. А что они исполняют? Нет. Лил Пип. Лил Пип. Клэмс Казина, скорее всего, в Минсокре. Он продуктивный чувак. Даже после смерти. Да, даже после смерти. Красава. Это Лил Пип, да? Да. Крутой чувак вообще. Рип. Лил Пип. Пускай оно там поется хорошо. А, так это Лил Пип. Лил Пип. Господи, я еще как Дэдбой. Жесть. Дэдбой. Это Лил Пип. Да, все. Не будем ничего по этому поводу говорить. Молчи. Молчи. Я уже сказала. Аааа. Блин. Маленький Пип. Это такой чувак. Он в общем... Да ладно. Чего с него взять, его уже нет. На самом деле, я его начал слушать, когда он... Ну, как и многие. Когда он ушел. Блин, я так... Так я его часто слушаю вообще. Бэнс там и так далее. Ну как, господи. Все, я понял. Это последняя песня с Клэмс Казино. Я выключил клип на минуте и все. Видимо, я отложил из головы. What the fuck. Сколько угадали? Одну? Я угадал. Это я угадал. Ну, ты Басту и Гуфу слушаешь. Я Басту и Гуфу. Да. Я ему писал в Инстаграме. Мне ничего не ответил. То есть, я там на них одно время плотно очень сидела. У меня была машина такая, ягуар черная, затонированная вся в круг. И фармацевтика. Гомеопатия. Ускоренная, накоренная. Иду с патией. Ну, то есть, это вообще... У меня, когда люди садились в машину, я там заводила ее и сразу же музыка играла. У всех вот такие были глаза. Как так? Приличная девушка на вид, слушает. Вообще, какой-то ужас ужасный. Ягу. Ну, какая-нибудь Ники Минаж или Карди Би. Ники, да? Нормально. Ну, это совсем не сложно. Я не слушаю женский рэп вообще. Есть и один женский рэп. Это музе Монтана. Это Карди Би. А, нет, это не Карди Би. Карди Би или не Карди Би? Нет, это Ники Минаж. Это трек Чан Ли или что-то такое, да. Карди Би. Это Ники Минаж. Там тоже два варианта. Ники Минаж. Аня у нас спец по поющим тёлочкам. Как ты относишься к женскому рэпу? Я отношусь, ну не знаю, как. Ну ты не слушаешь Ники Минаж. Ну нет, конечно. Мне просто кажется как-то, не знаю, рэп, ассоциация. Ну основной, по крайней мере, аудитория обывательская, обычной. Это всё-таки мужчины, и больше чёрные, и с косичками, и с дредами. Типа явицы, короче. А сейчас, когда смотришь на молодых, на ровесников сына, ну понимаешь, что совсем меняется всё. Очень сильно меняется. И внешний вид, и музыка сама меняется, и звук меняется. То есть это не просто уже только речитатив какой-то, да, это звук добавляется. Причём такой прям роковый какой-то смешение стилей. Это прям круто. Рок говорит про меня, а все остальные другое делают. Да, да, ты вообще звезда у меня номер один, ты же знаешь. Он там что-то писал, что-то там творил всё время, чем меня раздражал безумно. Потому что, ну, у каждого, там, не знаю, мне кажется, родителя, у него в голове там есть определённая жизненная какая-то стезя, по которой он хочет, чтобы его ребёнок пошёл. А он совсем пошёл не туда, куда я хотела, но мне хватило мозгов принять это. Поэтому я сама всю жизнь в коммерции и в управлении, мне хотелось, чтобы он тоже туда же пошёл, да, там каких-то звёзд там нахватался. Родители были против всегда? Да, у всех причём, мне кажется, из нас. У меня мама говорила, что я закончу уборщиком вообще. У меня папа говорил, что работа, которая не с 8 утра до 8 вечера, это не работа. График 5-2 это топчик, а всё остальное это вообще ерунда, вообще не считается. Сцена мне говорит, что я прохлаждаюсь и занимаюсь ерундой. Да, я слышал, кстати, одной девочке мама говорила, что работа, которая типа по ночам, только у проституток, а она пела просто по ночам в барах. Сейчас она, кстати, известна, не буду говорить. Это не про меня. Не, 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 это не знаю, но он так тащит. Блин, погоди, что-то знакомое. Что, это же Гамбино? Погоди, 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 погоди. Иисус! А, нет, это другой плотник какой-то, блин, этот чувак, он, короче, это... Это Ной? Позвоним, Ной. А, это второй известный плотник, нет, это не Ной. Да, погоди. В России есть ещё третий после Иисуса и Ноя плотник. Так, и это? Это ты должен сказать. Да, говори. Я должен откуда-то знать? Да. Это начинается с А, а заканчивается на Антоха Эмси. Это Антоха Эмси. Красава. Антоха Эмси классный. Да. И очень необычный тип. Антоха Эмси. Это Антоха Эмси? Это Антоха Эмси. Что-то не договорились кем-то вообще. Ну, а русскому? Я тоже думала, что это не на русском. Я не отдала Сомниусу, что на русском музыке. Я просто люблю декодить криптонита, поэтому я могу всё узнать. А, Ан, Антоха. Привет. Блин, точно это Антоха Эмси. Аня всё у нас знает, молодец. А мы тебя отгадали, а ты нас не отгадал. Знаешь, Антон, я тоже. Да, Антоха. Вот вообще, кстати. А, да ладно, нифига. Он необычный, он классный. Позитивный. Добрый малый. Мало такого у нас, если честно, в культуре. Я да он. Да, Антоха Эмси крутой. Мне очень понравился его выпуск на Фиши видео. Так было. Успокоило меня в тачке, я такой растёт. Приятно, слушай, прям с тобой. Ах. Аж на душе стало хорошо. А ты понимаешь, что у нас всё происходит в тачке? Что было у Антохи Эмси в мешочке? Я, кстати, сегодня, когда увидел, что он его в итоге, там, кто-то его получил, мне прям опять стало так интересно, что же у него было в этом мешочке. Не, ну я надеюсь, что ничего противозаконного там не было. Но он такой добродушный парень. Там было что-то круглое мое, как бахиловое. Блин. Я надеюсь, что это всё разберут в паблик «Хаский шейх». Чтобы просто потом надо издеваться на протяжении бренда. Любимый паблик. «Хаский шейх» — это вообще просто, да. Лучший паблик в интернете. Опять тебе женский рэп, держи. Кантемелевская. Кто у них ещё там сейчас с обоими? Ты любишь жёсткость. Ты любишь порно. Он запоминается, смотри, как хорошо. Девчонка раздаёт вообще. Порно-орно. Ааа, чё такое? Итак, друзья, мы берём подсказку. Это жертва фанатам. И она появляется здесь. Это, короче, моя губная гармошка. Она в тональности с альбажор. И долгими одинокими ночами на студии я беру и делаю, типа… И она достанется кому-то… Из вас. Налицо. Маша Техник. Что? Я люблю Машу Техник. Бьянка и Граймс. Мне кажется… Ну это какая-то Бьянца. Маша Техник – это либо ваша гениальная шутка, либо… Либо это гениальная женщина. Либо это гениальная женщина. Налицо. А Налицо есть же кто-то такой. Да? Ты слышала? Давай. Ты слышала? Я не слышала ничего. Да, это что просто Налицо. Ну я хочу выбрать Машу Техник, но… Может быть Налицо? Налицо. Давайте послушаем. Серьёзно Налицо. Налицо. Итак… Воу, 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 воу. Это кто-то с Украины? Да. Погоди, нет. Налицо. Я запомнил. Хорошо, да. Налицо – это хорошо. А, я знаю, я знаю. Я не знаю. Я знаю. Это Аня. Аня Налицо. Я, более того, был на её концерте. Целую нишу, девчонки, давайте вперёд читайте рэп. Да, пусть больше девчонок читает рэп. Понимаете место. Да, читайте рэп. Все читаете рэп. Не знаю, что даже такое. Налицо, лицо в одного я знаю. Фейс. С глубоким смыслом. Я люблю жёсткое, я люблю порно в городе бывшем. Что вы тут своя фиша слушаете? А фиша слушаете. Супер знакомая, да, история? Ручит классно, может быть… Может быть, подсказку? Давайте подсказку. У нас есть очки вот такие замечательные. Фирма Bollywood FM. Мы их подарим. Вторую жертву фанаты у нас что, можно принести? Не-не-не, больше не надо. Это мои единственные очки. МАА, GZA, SZA, RZA. По-моему, ответ очевиден. Но это не Брайсин, это не Джастин Бибер. Это девушка, не знаю? А, это девочка? Девочка. Блин, обычно меня путают с девочкой, а в этот раз я. Сиза. Ништяк. Лора просто у нас царица. Сиза, я думаю, да. Ну она с Кендриком, ну сиза, да. Это она появилась тоже, кстати, в клипе «Челлендж Гамбино» в самом конце. Это она была, сидела на тачке. У нас из-за, да, очень хорошая песня. Дональд Гловер в последнем клипе снял сегодня. Да говорят, что он трахнул ее. Дональд Гловер из всех щелей, типа. Не, серьезно, я читал про это, что у них там был такой романчик, она говорит. Короче, я люблю его Пузико, потому что она у него есть, а у всех рэперов там типа кубики, а у Тональд Гловера типа Пузико. Так что рэпера, бляд. Пузико, медведучки. Пузико решает. Дим, ну ты не рэпер, поэтому как бы... Нищитово. Надо побегать. Почему у нас в клипах постоянно пузатый чувак? Потому что это Марк. Марк он из Ярославля. Вот, он не повесился. И он играет на гитаре у нас на лайве акустические версии. Очень круто. Марк очень талантливый чувак. Он настоящий панк. И пишет в последнее время очень классные темки. Да. Давайте продвинем Марка. Можно передать? Можно написать вот здесь? Марк молодец. Марк молодец. Марк молодец. Марк молодец. Да, Марк молодец. Все. Пускай он будет доволен и это его вдохновит. Представляешь, какие хиты покрутки. Ебать, нафиг же показали. Ооо, надо осталось тут написать. Ну, ребят, не зря же мы здесь сидим. Поэтому давайте я вам озвучу интересный факт. Вот, например, 20% кислорода образуется в тропических лесах Амазонии. Вы знали о таком? Чупа-Чупс не настоящий, намного хуже оригинального. Но ты лишь пускаешь слюни правильно. Это была ошибка и все, что я делал неправильно. Ооо, мой дружок. Это песня с парнем, с которым у меня фит. Одна из любимых песен, с которой ты начала слушать мое творчество. Константа, что ли? Что? Нет, а кто? Словецкий из Газголда? Что за жесть? Кто это? Я еще, когда ее исполняю, самая чистая песня. И бабушке она понравилась. Подсолнечное масло еще. Благо. С кем там фит? А с кем там фит? Я откуда знаю. Я знаю, что ты там исполняешь. Это обладает, да? Неправильно. Откуда Илюха их всех знает вообще. Обладает, неправильно. Неправильно. Обладает, да. Это он. Ну, это как бы да. Это Гретелин гадает. Вот это да. Он же был с Ларусом, с нашим Ларусом. Да. Ларус, тебе шипер, брат. Это обладает, это Никита Ларус одежда. Это Миша Раймс Букинг. Или Бот. Вот это помнишь Ларус? Не похолодили меня. Обладает. Чем он обладает? Обла, обла. Обла, обла. Если бы обладает был покемоном, то он говорил бы обла, обла. Обладает. Обла. С Иркутского вроде почти земля. Назару салют. Мне нравится, что ты выступаешь с этой песней и ставишь ее на концертах и передаешь мне взаимный привет. Хоть где-то моя музыка в стране сейчас играет. Я. Хорошо. Супер. Инис Раймс Букинг Инис Раймс Букинг Если это не Arctic Monkeys, не Arcade Fire и не Imagine Dragons, то возможно это не Killback. Ну ладно. Никилбэк звучит гораздо хуже. Не слушайте Никилбэк. Блин, немножко на Мерлин Мэнсон похож. Да, мы все тут похожи. Понятно, что это не он. А Мерлин Мэнсон? Это Мерлин Мэнсон? Ооооооо. Хит. Кто это может быть? Ну это типа не Мэрлин Мэнсон. Да? А как это он слабо звучит? Он обычно жестче. А Мэрлин Мэнсон? Тебе же как Мэрлин Мэнсон, как Фаррика там была. Будто Мэрлин Мэнсон. Да, это хорошо. Это хорошо. А это не толстый чувак случайно, который там поет? Я не знаю, Мэрлин Мэнсон. Мэрлин Мэнсон? Что, серьезно? Бать ты красавчик просто, Илюха, обожаю тебя. Обожаю этого чувака, запишите это. Можно даже написать, обожаю. А можно сделать так, чтобы... Обожаю тебя. Вот я вот так вот типа почесал по шейке котенка. Мэрлина Мэнсона. Мэрлина Мэнсона почесал, да? Смотрите, и Мэрлин Мэнсон я почесал, он такой, как котенок. У меня тоже есть с ним песня, если я правильно думаю. Томас, да? Нет! Позор на твою голову. Это главный футболист страны, главный моряк страны. Это Федук. Это ж любимый Федук, ёб его мать. Федук, новая песня, видимо, какая-то. Хорошо, очень классный чувак. Ты слушаешь же Федук с этим? Да я если слушаю... Это да, это слушаю. Это дрейк. Это дрейк. Это дрейк, дрейк. Можете мне делать счетчик шуток про Федука, пожалуйста? Да. Федука, чел, который поднялся с самого дна вообще и... Ему же это тоже респект. Я была на его концерте пять назад. Это был очень андеграундный клуб с потными какими-то подъездными чуваками. Меня туда привел вообще мой друг, я не хотел идти, не знал вообще, что это такое. Мне, кстати, понравилось, что он играл там на гитаре, было довольно-таки прикольно. Вот. А потом он выпустил песню «Футбольщик», которая суперзоша стала. А запрети мне носить Айр Максу. А, это да. Это закатка, капюшиновая корка. Охо-хо. Вот. Просто классика. И он выпустил футбольщик, и тогда я подумал, что все. Типа этот человек уже не избавится от этого образа, дальше никаких перспектив. Но он выкарабкал все. Это удивительная история Федука. Да. Как Бенджмин Баттман. Да, да, да. Ну это круто вообще. Федук вон лов. Ааа, бляд. Но Федук охуенный вообще. Но музыка у меня какая-то... Федук, напиши, пожалуйста, нам. Мы напишем музон просто охуительный, блядь. Минус-то слишком простой. Да. Давай сделаем сложную музыку, чувак. Блядь, ты такой просто русский дрейк, там говорят. Блядь, красивый. Я вот в метро смотрел выступление, где с париком. Блядь, ну охуенно же было вообще. Чувак просто, ну вот ходячая конфета. Давайте, давайте, вот так и сделаем. Мы, короче, запишем три бита, и он выберет их. Да. Ага. Все, круто. А можно Дрейк отпеть? Ответ, давайте новая рубрика. Ответ Дрейка. С лавами Дяник? Эээ. Здесь можно приделать такие, эээ. Триточие. Это, которые пели... Клаксонс? Клаксонс? А, нет. А, что, типа, в наш инстаграм зайдем? Ребят, мы на афишу о могительном треку гадать, пожалуйста. Это джангл. Ееееее. Куда ты их знаешь-то все, а? Ну да, джангл крутая группа. Я же говорил, надо было выбрать. Нет, не надо. Зачем он пойдет? Хорошо вложение, да? Будет. Взяли человека. Внимание, одеяло перетягивай. Кирилл Мэдмаус. Это один из самых классных организаторов из Беларуси ивентов. Он ответил, что это джангл. И это правильно, да? Да. Джангл это правильно. Кирилл, спасибо тебе большое. Мы сейчас договоримся насчет лайва в Минске, так что это уже более вероятно. Увидимся. Хаски и Уда. Блин, они сняли вообще просто волшебный клип. Мы просто не были на съемках, они ездили в Грузию, и когда он первый раз нам его показал, у меня просто чуть не взорвалась голова. Я думал, господи. Хаски. Вот у него вообще очень интересно слушать его. Музыка такая. Хаски. Хаски хорош. Хаски. Хаски поэт. Это Хаски, брат. Это наш любимый. Соник. Да. Мы под него бегаем. Мы под него бегаем. От мусоров. Мы недавно в кино были и там был Хаски. Мы смотрели детский мультик Тайна Кока. Офигенный, ну, про музыку. И он там сидел и тоже его смотрел. Он какой-то энергичный, все реально прям. Заряжает энергией. Хочется жить и слушать и бежать. И вообще смотреть. Вы точно про Хаски любите? Знаете, бежать по России. Мыться из тазика. Да-да-да. Вот это вот еду по России, не доеду до конца. Ну, ну, я покрою. Ну, я покрою. Да, стоп. Вардо по сказал, что ты в одних тех же штанах с Хаски. Да, в одной тоже. Но я вылез из штанов. Нет, на самом деле ничего такого особо не чувствую. Я знаю, чувствую различия между нами. Я знаю, что они имеются как таковые. Ну, а каждый имеет право, я думаю, на свое мнение, на то, чтобы его высказать, ну и пусть высказывают, я так к этому отношусь. Я не сижу, не плачу там где-то в каморке. Приз за лучшую партию весны уходит Хаски, вот эта строчка с Киареал, где там еще бит подыгрывает просто Катарсис. Это самый стильный мужчина. Эй. Обалденный трек. Давай, Глари. Ооо, это мой любимец, еее. Это Янис. Это Эй, Сэп, Рокки. И Моби. И Моби. Это Моби. Это шутка, украденная у редакции афиши видео. Да, это круто. Я, наверное, плюс-минус в одно время начал слушать Свист Халифа, и вообще как-то меня переключило, и вот эти два человека, наверное, сильно повлияют. Свист Халифа и Спроки. Да, супер музыкальный чувак. Экспериментатор. Сто процентов. А клипушник какой? Господи, загляденье. Вот если бы меня спросили, какой бы ты клип хотел, я бы сказал, что вот как вот этот. Да, потому что вот с этой штукой, которая там переворачивается специально, я не знаю, как она называется, но это очень круто. И особенно концовка. Там все как надо. Бывает, ты знаешь, я уже сижу и такой, слушаю просто гениальный трек, и я думаю, я хочу сделать это на русском. Получается вообще другое. Всегда. Каждый раз. Я считаю, что это нормально. Я считаю, что это нормально. Байтить сложнее. Я считаю, что нормально адаптировать запад. Ну, у нас даже время адаптируют. Вообще это нормально, но у меня вообще не получается. Я не люблю, когда обвиняют ребят в том, что они байтят. Ребят, я за вас. А я люблю. Типа байтить, если ты байтишь прям просто все и слова, и интонации. Все равно. Слушай, это неправильно. Ну да, ладно. Ну если заложить в это немножечко души, может быть. Нет, вот если ты берешь что-то типа от разных артистов и добавляешь в себя, и получается какой-то. Ну это тогда уже не байт, это тогда уже просто как бы все так пишут, все же друг друга слушают. Ну вот скриптонит, по-моему, вообще никого не слушает. И не все это делают. И смотрят перевер. Трансиная фида. Во всех бассейнах Турции просто. Это Дуалипа. Если поставить, кстати, между Дуа и Липа за, получится забавно. Ты походу опять не в курсе. Вообще не в курсе. Дуалипа. Еее. Дуалипа. Дуалипа достаточно жаркая мадемуазель. Кстати, ее начали что-то зафлоу форсить, потому что уже хватит выкладывать. Карина Истональ. Сезанну. Нужно искать новых жертв. Да, нужно искать новых жертв. Дуалипа, кто это? Конечно же Дуалипа. Мы сейчас всем привет передаем. Да, мы добрые люди, хорошие. Вот этот клип, который вы только что видели, это лучшее анимационное музыкальное видео на свете. Поэтому советую вам после просмотра нашего ролика внимательно смотреть его до конца. Я по ниггерам вообще не очень. Да ладно, давайте сделаем так, что мы не боги и не знаем все. Блин, я в такой музыке, если честно, прям совсем не разбираюсь. Я пошел. Это Run The Jewels. Да. Очень люблю Run The Jewels еще с первого их альбома. Мне очень нравится еще их концепция, что они бесплатно все это сливают. Крутые ребята. Killer Mike, LP, а еще LP я еще задолго до Run The Jewels слушал. Просто крутые ребята. Обожаю. И ты не знаешь такое. Фу. С кем вообще я связалась? Я даже не слышал, что такое. Как евреи? Нет. Джей Вэллс. А, ювелька. Так это одно и то же. Блин. Я, кстати, по-моему, сейчас только когда услышал название Run The Jewels, вспомнил, что я этот трек тоже услышал. И смотрел клип, да? Да. Блин. Я смотрел этот клип раза четыре, короче. Где они там… А-а-а. Короче, ребята, тут на афише газ какой-то. Ты все забываешь, тебе страшно. Только-только пес тебя может спасти. Но даже не работает это сейчас со мной. Вы знаете, что такое Рики Морти? Я перестал смотреть мультики после того, как покурил Сальвию. Это было весело, да. Я хотел все время сделать Рики Морти, но тема уже вообще супер занята, поэтому, наверное, нравится False или Air 0 или… Знаешь, какой? Южный парк, где Картман, у него на руке был бы ты нарисован, и он бы пел в тебе. Ну, погоди, в ЧБ, чтоб там кровь из тебя была. Заяц бежит от волка, прячется в подворотне, волк такой проходит, и заяц ему волк проходит мимо. И потом вырывается мигус. Волки, нога, толки. Волки, нога, толки. Волки, нога, толки. Волки, нога, толки. Ты у нас песня мем наш. Я знаю, я знаю. Я сейчас тоже буду так же делать. Я знаю, знаю, но вспомните. Вот эта песня была бы идеальным саундтреком, под который мы бы уходили с обученными головами. Аркейд Файр. Блин, что точно наклонка Лео? Не помог. Я специально эту группу решил послушать после того, как посмотрел какие-то части ваши, где там часто вы ее включаете, и про них много говорили. Ладно, я не вспомню. Это Imagine Dragons? Ааа. Вау, вау, вау. Когда не знаешь что, обращайся к великому. Точно! Драконы, 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 да, да. Блин. Мне понравился альбом. Вот его, честно, я прослушал полностью. Пару песен я распелил. А как ты не запомнил прослушал и не запомнил? Да вы же драконы, драконы. Драконы. Это Imagine Dragons. Мне кажется, что все так часто слышат, короче, фоном по радио, в такси, где-то X-треки, что у них уже. Они просто какие-то такие легкие, так не давят. Может быть это аудио наркотики, помнишь что ли, аудио наркотики в ВК? Ну это как называемый жанр спортропы, мотивирующий музыку. Ну типа ты слушаешь наушники, там качаешься, весь вспотел. Я передумал конь покончать с собой. Да, у тебя встал вопрос. Это слово можно делать? Imagine Dragons, спасибо вам, я передумал. Ну зачитайте, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Очень красиво. Да, это очень круто. Блин, ну это прям вообще, это прям джаз. Это прям стиль. Блин, круто звучит. Да. Такая немного португальская музыка. Я не могу вспомнить. Сегодня очень много женского я заметил. Прям вообще вы топите, топите. Инстаграм, пожалуйста. Любит подсказку какой-то там аудитории. Здравствуйте, ребят, я на афише видео, помогите пожалуйста угадать трек. Я тоже не знаю. Давайте нажимаем подсказку. Салют, ребятки, мы тут на афише и мне очень нужна ваша помощь. Скажите, пожалуйста, вы знаете эту песню? Тали Рекреатор. Так это та девочка, которая с ним поет. Кали Учис. Обожаю вообще новый альбом, просто бомба. Просто пиздец. Они не знают твою реакцию. Да, ну а какая разница? Главное, что Брювар Депо посмотрит и узнает, что он заебись. Кали Учис Боди Лэнгвич. Еее. Кому спасибо? Эдвард Эс. Эдвард Эс вообще огромное спасибо. Фотографер написано. Эдвард Эс, спасибо тебе большое. Кали Учис. Спасибо. Вовины фанаты вы лучшие. Лучшая фан-база или как там это надо говорить? Это NLP, знаешь, вы лучшие. Вы лучшие ребята, правда я редко выхожу в сердце. Я очень люблю своих фанатов и самые крутые. Спасибо вам, что вы есть. И спасибо большое Кристине Богдановой за ответ. Ты крутая. Спасибо. Даже у тебя сердечко. Еее. Спасибо. Ты че меня позоришь, а? Вот такой у тебя с музыкантом. Ты вообще. Почему все время женщина? Я конечно ничего против не имею, но я в основном чуваков слушаю. Сложно, сложно. С этой женской поп-сцене. Телла Свирь? Да нет. Это Реторис. Селена Гомос какая-нибудь. А может Гуд Куд позвоним? Ладно. Он сто пудово знает такое дерьмо. Сань, привет. Привет, сладкий наш. Очень колёй. Привет, ты нас слышишь вообще? Да, Сань. Мы сразу тебя предупреждаем, что мы сменили стратегию. Мы угадываем все-таки треки. Да, потому что они начали с челлендж Гамбина, а мы не могли позволить себе не угадать его, Сань. Нам сейчас нужно угадать трек. Он какой-то придурочный, мы его не знаем. Девочка поет. Думаешь, я такой знаю? Да, я вытру камеру. Я на кухне убежал, в камеру. Давай, давай. Хорошо, ладно. Давай попробуем угадать его. Что? Это иностранное что-то? Да мы сами не поняли. Уже неплохо. Ask me no questions. I won't tell you no lies. Какая-то девочка похожа на Тейлор Свифт, но это не Тейлор Свифт. Мы уже её называли. Той, ещё круче и моложе. Вот группа с девочкой. Я кроме GmXX никому не знаю с девочкой. ХХ, нет, нет, нет. Не то. Тейлор Свифт. Может, ты чёрчист? Серьёзно? Мы угадали, Саш, молодец! Будок угадал! Это чёрчист, ты молодец, Сань! Блин, спасибо, спасибо, дорогой! Сань, мы целуем, смотри, мы втроём, мы втроём целуем твои руки, Сань. Спасибо, обожаем тебя! Что-то враньё! Сань, спасибо, давай на связи, свяжемся, когда Вадик придумает сценарий к клипу. Давай! Всё! Любим тебя! Сань, спасибо, пока! Уууу! Бью! Он по носику ему пощёлкал! Как ты мог угадать так? Потому что, когда солнце будет шлить, я тебе сказал, я буду здесь forever! Не, Гудок написал, какой нахуй чёрчист, я знаю только Роксаной Бабаян! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Что за выпуск? Нет, нормально, нет, кстати, вот на припеве, когда такая запевка была, круто было. Ну, ты хочешь похож? А, не бы не помешало так спеть когда-нибудь. Шутка, шутка. Мы этот трек группы Чочес поставили до того, как вышел их последний альбом. И вот если бы он оказался такой фу-фу-фу, довольно попсовый. Поэтому, если бы у нас была возможность, мы бы изъяли этот трек. Из нашего трека листает, я хотел сказать. Чувак, это мои слова. Флэш, да? Илюша, ты прям вообще молодец. Я все знаю. Это Килли? Это Флэш. Флэш, да. Флэшка Флэш. Флэш. У меня тоже похоже сегодня. Я сегодня совмещаю в себе всех фрэшменов. Флэш, ура. Флэш. Флэш. Кто? Ну, ты должна? Нет, я ничего не знаю. Мой друг в Питере. Вот это я занимаю. Вот это связка. Мама-сын, понимаете? Смешную историю. Как-то он раз записывал. Я не знаю, это грязная история. Про секс можно говорить? Про секс. Он записывал мне релиз хрущев, это мой первый микстеп вообще, 2013 год. Он мне записывал, а в это время девушка делала ему миниет, и мы угорали через зеркало студии. Я не знаю, почему мне это первое пришло в голову. Да потому что ты это уже рассказывал. Кому я рассказывал? Ты вообще первый раз это слышал. Нет, я это слышала уже в каком-то интервью. У Блейза? Да, у Блейза. Да, вряд ли. У Блейза на диване в интервью ты рассказывал. Не было. Ну как не было, я тебе записи покажу. Ладно, все. Я там слушала и такая думаю, оооо. Это еще самый культурный кусочек он рассказал. Не смешная, а скорее угарная. Кстати, недавно мы виделись с Слэшом. Где? Ты где? Лёх, у тебя тих, что там такое? Эшкери, 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 да. Гучи гэн, гучи гэн, кэшкери, блядь, как его, Лил кто-то там. Лил Ферк? Лил Ферк? А, не, Лил Ферк это из Сэп. Это слишком много лилов. Лилузи? Нет. Лил Памп? А, это Лил Памп, конечно. Лил Памп. Маленький насас. Но это мы не могли не угадать. Они там написаны, потому что там эшкери выдают. И сразу эшкери. Мы обожаем Лил Памп. Слушал всех лилов. Нет, но Лил Памп, у него есть прикольные треки. Угарные. Лил Памп, Сэкс Найн. Она договорили. Лил Памп. Слушай, Сэкс Найн, конечно, Лил Памп. Да, да. Если честно, у меня в плейлисте такого очень мало. В целом, да, я такое слушаю. У меня тоже нет, типа, особо каких-то негативных эмоций. Но если слушать это целыми днями, то ты просто, не знаю, ты просто начинаешь так говорить. Это Лил Памп, сто процентов. Мне нравится такая более взрослая Атланта, наверное, типа Янг Тага. Ну, это-то прям вообще совсем молодые, они только появились. И, по-моему, они реально, они еще тупее, глупее и однообразней, чем Атланта, которая постарше, типа, Фьюча, Янг Таг. До того же Чивкифа учит его даже, что он иногда в битни попадает. У меня есть подобные треки, ну, тоже ради, там, например, того, чтобы разбавить альбом, делать только это, это, это. Ну, типа, это жесть вообще какая-то. Хочется там в песнях нести хоть какой-то посыл, какую-то мелодику. Не, ну всякая музыка должна быть. Она должна быть как и тупая, как и, чтобы просто потанцевать, так и просто Оксимирон. Просто Оксимирон. Так, стоп, это опять женщина. Как-то сложная женщина. Да, с ними всегда сложно. Мимо денег, мимо касс. Все, это подсказка, что процентов. Самое время. Салют, мои светлые, я на афише видео. И помогите мне угадать эту песню. Кому мы будем звонить, чтобы узнать? Может, Одисса слушать? Одись. Одисса. Ну все знают, Одисса. Одисса, привет. Это Bollywood of M. Привет. Мы сейчас на афише видео и нам нужна твоя помощь в угадывании одной композиции. Поможешь? Ого, давай. Твои мысли? Я не знаю, что это. Спасибо большое. Большое спасибо. Одисса. Огромное. Понятное дело, ребята. Да, понятное дело. Ага. Ладно. Пока. Пока. Эта песня называется Hunger. Флоренс де Машин. Окей. Спасибо большое чуваку с никнеймом ModDB с аватаркой Аристотель, по-моему. Это девочка. Прикольно. Спасибо тебе. Ну хотя бы предположить, что мы могли. Могли, могли. У них крутые клипы. Мне, кстати, очень нравится. У этой группы как они снимают клипы. Флоренс де Машин? Да. Просто вообще, как будто голос забил Шинник Ярославский. Ты мне внук чего-нибудь не забил. Вот Гриша и Вадик, кстати, которые у вас были недавно, с Гудком. Вадим. И Григорий. И Григорий? И Григорий. Которого мы любим. Гудок. Ты охуительный. Мы ходили на футбол раньше, болели за Шинник Ярославский. Представляете, чуваки, которые сейчас пишут на Органте, мы с ними просто с болелыми. Бухаем там водку. И Гриша, короче, упал на пять рядов просто вниз. Вот. И мы с Вадиком такие, ну типа, что он сдох реально просто. Сломал себе шею там, ноги все. И вот он такой встает, его там поднимают на руки и притаскивают к нам назад наряд. Это реально история. Я видел это своими глазами. Это было на стадионе Шинник Ярославля. Гриша, привет. Как будто ты угандошенный где-то в Берлине на тусовке какой-то. Давай. Это Дорн. Это Дорн. Это Дорн. Это Дорн. Это Дорн. Я хочу, чтобы Дорн... Я хочу, чтобы... Хи-хи. Ну, я тебя уважаю за это решение. Дорн, Мальбек и Сюзанна. В моем представлении он как Гамбина, где-то там обитает. Иван Дорн. Привет, Иван Дорн. А, Иван Дорн, видимо, альбом OTD. Мне не нравится то, что он сейчас делает. Ну конечно, времена стыдца мэна. Это было так свежо, особенно для России, тоже опять же под прямую бочку. Да он и читал в том числе, у него уже был где-то хип-хоп какой-то. По-моему, это было супер круто. Я учился в школе, слушал, не понимал. Потом пошла эта волна Орн Би, я переслушиваю Дорн и я понимаю, что он делает это круче, чем все делают сейчас. Делал это 10 лет назад. Он как Пушкин, короче, я не знаю. Иван Дорн. Любим, уважаем, чтим традиции Кондорна. Вот так это нужно сказать, да. Кондон! 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 Не, на самом деле я задал планку этим альбомом и... И все. Да, блин. Тоже будет нас ненавидеть за свое мнение, ладно, не надо. Не, ну просто так скажу, что в поиск Ванин сейчас себя в музыке, в мировой музыке. Да, уже. Это мы ищем себя там для своей эстрады, а Ваня уже там ищет себя в мировой музыке, это очень круто. Я думаю, что у него все получится и мы за него крестим пальцы. Ваня, выбей всех. О боже! Викинг. Сейчас полетели голуби. Это просто можно ничего не говорить. Кстати, вот этот релиз просто суперский вообще. Да вообще у него все суперское. И он вообще крутой. И то, что он вернулся к Белле ходит, это тоже очень круто. Ооооооо. Это даже я знаю. Да? Но не исполнительные. Как это называются? Как выходные по-английски. За выходные по-английски. Как выходные по-английски. Да. для реки. Это считается за два плюс в корзину, потому что мы оба угадали. Потому что мы серьезно обеморы. Викинг очень крутой. Я обожаю музыку вот этот холодный R&B, это очень круто. Угу. Ну это мы знаем. Это последний трек храона. Это уикенд, наш друг. Привет, уикенд. Сегодня четверг. Мы скоро с тобой встретимся. Ну это все знают, это уикенд. В Ярике есть чувак, который поэт один в один как уикенд. Как ты научилась петь? Я научилась петь. Я научилась петь от Боженьки, походу, потому что я пела еще с детства совсем-совсем. От Кани Уэста? Одеваться, если бы я научилась, то тогда от Кани Уэста. Кани Уэста. Я расскажу историю. Про то, как я петь начинал? Нет, про то, как мы пели в лесе, помнишь? Это было пафосное место в Ярославле. Ну это я уже умела. Да, и Аня там отпела где-то полчаса, и просто подошли где-то три компании разных и сказали, что у вас девочка поет под фонограмму, она что, петь не умеет сама, что ли? Это вечная проблема всегда. Да, просто Аня поет идеально, поэтому все думают, что она поет под фонограмму. Идеально, потому что всегда очень... Всегда. Поэтому, когда последние разы я ставил минусовки для Ани, ну вот просто с ноутбука приходил, там включал минусовки, вот, я все время выключал музыку, помнишь, знаете, эти моменты? И Аня пела капельно. Меня так бесит, когда он это делает, но я просто понимаю для чего, и поэтому это просто необходимо иногда. Знаешь, там такая реакция была, типа, как сурки из морок в глаза. Как сурки слушают, там подпевают, а потом такой, что? Серьезно, типа? Что? Хз. Блин, вот это суперкруто. Блин, ну вот это точно надо отгадать. Тайлер? А, Тайлер? Тайлер? Нет. Это Тайлер. И клип тоже крутой, кстати. Вперед- цветной рубинским вне 13-30G Prim Back. Это крутой и парень, конечно. Мне нравится вот этот вот сэмпл. Вот этот. И он, клево, что он попал, ну он какой-то рандомный достаточно, нет вот цикличности какой-то, он просто внезапно появляется. А потом ты его ждешь, а его там нет. Такой уже немножко о нем забыл. Так, это Тайлер. А, тейлер до креаеэтор. Окра. Оо, дружа, дружа. Хорошо, хорошо. А мне, кстати, он тоже нравится, потому что он супермузыкальный. Типа, знаешь, когда делишь людей на рэперов и музыкантов, потом музыканты, а не рэп. Эту музыку хочется... Выпилить. Нет. Хочется смотреть карты, деньги, два ствола, пить. Пиво. Так. С Лакимином. С Лакимином. Это англоязычные порнофильмы. Это Джек Уайт. Да, это новый трек Джека Уайта. Там синее все. Синее и белое. Но я смотрел первый раз из какого-то лейт-найт шоу американского, и там реально пели госпеловские негритянки. Мы с тобой вчера слушали. А, White... Stripes? Это Джек Уайт. Да. Это Джек Уайт. Джек Уайт рулит, педалит. Ну, вообще, вот эта история, то, что просто работаешь на заводе мебели. Такой, дано его. Давайте мебелу отделаться. Давайте мебелу отделаться. Давайте мебелу отделаться. И как сделал. Ты кроссовчик какой, иди сюда. Давай пофлексим, брат. Андрюх, вот ты флексишь. Драка. 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 Мы уехали на твой день рождения. Мы рубили вообще просто дрейка. Какие-то самые свежие треки. Сидели, врывались в тачке, в пробке. И рядом едет автобус с китайцами. И они такие увидели. Давай нас смотрят, как мы танцуем в машине. Это вообще будет просто дрейк. Я надеюсь, что дрейк. В тачке просто все происходит. Я даже ночую в ней иногда. Тойота Филдер. Праворульный. Золандатэ. Праворульный. Золандатэ с третьими регионами. Ну, это дрейк. Минус прикольный. Дрейк. Американский федук. У нас с альбома же есть трек, реально, Golden Boy, в котором будут одни деньги. Но раздавание там не будет. Нет. Дрейк, дай денег, сука. Раздавать будем с юбочной группе, скорее. С юбочной группе. Дрейк, наверное. Это чисто по голосу. Чисто по голосу. Ты говорил, что Атланту смотришь, да? Там какая-то была супер офигительная сеть. С точки зрения музыки в конце раздули то, что Дрейк мексиканец. Там был, ну, на титрах, был Hotlight Blink Дрейка на мексиканском. Другой кто-то испал. Блин, это просто соска. Это фреж. Это так круто. Дрейк мексиканец. Вот ради этого стоит смотреть сериал Атланта. Понимаете? Да. Ну, что ты не понимаешь. Погнали. Вот недавно только посмотрел их клип. А Мигасы. Это Волки-Токи-Токи, да? Прикольный клип вообще. Да. Но Дрейкс, но лучше. Но они скошили луна под наш хэдшот. Да, да, да. Мы раньше. Блин, у нас лучше стилизован. Мигасы. Да, сто процентов. Три брата акробатов. Хорошо. Это Мигасы. Мне нравится их подход к написанию музыка. Типа там у них там 5000 демок на студии. Вот этот постоянный вайп. Постоянный. Залетаю. Фристайлю. Выпускаю через час. Волки-Нака. Волки-Нака. толки. Волки-Нака-Токи. На этом летал в Лонде. Приехал из Лонде. И лежит такой сзади где-то в машине. И играет этот трек. и мы с Андрюхой, ну все, теперь мы кроме этого больше ничего не видим. Да, ну оно очень похоже, да. Кстати, именно таким образом появился трек «Жизнь проходит мимо». А, ну да, кстати. Это постоянная болезнь, слушаешь песни и слышишь какие-то интерпретации на русский язык с других языков. Ты постоянно занимаешься этой игрой, как будто тебе кто-то дал задание, узнай, что это значит. Суббота, тебе слышится завод и так далее. Так же с Волки на каталке. Ну а мимо, на самом деле, я услышал у Ян Сага песню «Мемо». Мемо, ага, вот эту. И я думал, мимо, 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 и ходил, напевал «Мимо». И потом родилась песня из одного слова. Я кидаю под ноги доску, все остальное так несерьезно. Ты, походу, не в курсе, это отсюда по твоему вооружению. Мне нравится, очень круто. Взрослая, пошлая Молли. А, это же, может, этот, который серый, который из Киева, нет? Пошлая Молли? Да. Нет? Да не-не-не, у нее другой голос. Такой более… А, они под дабстепкой. Молодничковый. А, они вообще-то не такие. Ммм. Это может быть группа… Нет, это какая-то группа, там, молодой такой солист, насколько я помню. Их еще сравнивают с летом, насколько я помню, с гражданской обороной, что-то такое. А, сейчас Верблюдес, Саммеркома… Блядь. Давай, Андрюха. Давай. Андрюха, наша кладезь. Музыкальная, музыкальная библиотека. Что ты делал? Содержит всю наследие музыкальной индустрии. Шит? О, шит. Таких мы не знаем. Очень удачно в наше время, ну, нейминг, верно? И типа назвать группу просто шит, но растянуть каждую букву вот так вот, чтобы визуально очень запоминается. Ну, не очень хорошо. Название не конечно. Да, нормальное название, дерьмо, самоирония. То, что у Урганта не хватало. Дерьмо. А сейчас хватает. Как у Дафтпанк не знаем. Да, да, просто типа помойный панк. Ну ужасно. Слушайте, а вроде группа Щит тоже из Ярославля, как же так Крем Сода не узнал о земель своих? А вдруг не из Ярославля? Ну, надо фактчекнуть. Вкусный шипик, кстати. Спасибо Гонфладу. Мне кажется, процентное соотношение мужских треков примерно как вот на нашем диване. Типа 33 процента. И Дрейк. У меня так получается, что в моем плейлижте, кроме Эрики Баду, что же Смит к Иване, ничего нет вообще женского. У меня было очень много девушек, очень много девушек. Безусловно, прекрасные, безусловно, интересные. И хотел бы я их послушать, но он не запомнил ни одно название, которое я не знал. Какая-то Нокия появилась, да? Нокия 3310, я не знаю. 7610 у меня была, кстати, Нокия 7610, полиция моды. В тем временем это было супер круто. Круто, очень было круто. Ну, какая-то Нокия, засчитайте половинку, пожалуйста. Это принцесс Нокия? Ооо, блин, мы смотрели клипы с тобой, я помню. Ты вообще просто восхитителен, Илья. Илюха, это задрот в нашей команде, он как бы знает вообще все и всех. Очень большой молодец. Блин, как ты ее угадал вообще? Слушай, я ее столько прослушал и столько клипов просмотрел, я бы не угадал, что это она. Вот я идиот вообще, ненавижу себя. А, я знаю, это принцесс Нокия. Блин, я обожаю принцесс Нокия. Но этот альбом, о боже, мне было жалко, что я его послушал. Я был на ее концерте на Flow в Хельсинки, и это было офигенно. Она такая крутая, она так хорошо держит вообще напряжение. Как она работает, как она все это делает, какие она телеги еще задвигает там про феминизм, про равенство, про всю херню. Вообще очень мощно. Но вот этот альбом прям как-то зря. Зря, мне кажется. Ну, не то чтобы именно смена стиля меня смущает, а факт того, что типа она, окей, сменила стиль, но в этом стиле она типа не умеет работать. Ничего там... Как будто школьная группа какая-то собралась, записала альбом, просто потому что у нее есть бабки на хорошее оборудование и все. Идей ноль, к сожалению. Но принцесс Нокия все равно кайф. Это GTA. Да, GTA San Andreas. А, погоди, так это не нужно было угадывать, да? Нет. Все, стой какой, я вообще подведел, что я идиот. А, это все? Это GTA? Я думаю надо отгадывать, что это саундтрек. А все, блин, сейчас должен быть дрейк в очках такой. Так, лайф. Все. Еее, мы прошли. Еее, бонусы. Ты еще в детстве играл, GTA San Andreas. И молоко, и молоко. Она хочет видеть стиль, сквозь туман мы катим стоп. Только пластик и дым, пластик и дым, жизнь проходит мимо. Пойдемся назад, твари, поговорим не о чем. Нужно выше, 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 выше. С вами был Bollywood of M. Спасибо всем. Салам пополам. Маленькие буддисты, Андрюха. Все здесь, все угадали, все мы так далее. Приходите на концерт. У нас, кстати, скоро концерт будет. Приходите на наш концерт. Будет замечательный концерт. Ну че мне, блять, сказать? Друзья, всем до свидания. Спасибо за внимание. Это была Creme Soda. Мы угадали почти все треки. И мы молодцы. Я надеюсь, что она лучше всех. Покупайте наши майки. Пишите нам в инстаграм или в твиттер. Да, приходите на наши концерты. И все будет круто. Спасибо. Они стоят от полутора косарей до двух. Смотря какое у вас умственное развитие. И насколько у вас получится развести. Спасибо. Ребята, с вами был So Loud. Соня. Флори. Приходите на концерты. Приходите на БМ-фест. Слушайте крутую музыку. Мы с вами прощаемся. И желаем вам когда-нибудь прийти сюда. Любите животных и уважайте женщин. Это было круто. С вами был ваш Светлый Курьер. Афиша видео. Моя мама Натали. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мазефакеры. Бэйк, 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 бэйк. Самое главное, что я хочу вам сказать напоследок, друзья. Никогда не повторяйте моих ошибок. Не используйте ненастоящие чупики. Облизывайте только оригинальные. Спасибо за этот урок Гон Фладу. И еще одна крутая новость. В следующий четверг мы запускаем третий сезон Узнать за 10 секунд. Который будет еще сложнее. Еще динамичнее. Как Леха. Воу. А динамичнее вообще моя часть была. И не так как менять почувствовать, пожалуйста. Короче вы поняли. Будет весело. Все. Ждем четверга.